МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жара, ледовая арена. Красавица! Откуда взялась такая идея? Ну, идея не нова, развивать нетрадиционный вид спорта, а родилась она с той ситуацией, что у нас стояла такая задача развивать данную территорию. Для чего? Ну, скажем так, концепция группы компании «Светлый» далеко идущая, и мы ее планируем на десятилетие вперед. Так вот, мы увидели такую проблему для себя, что в обозримом будущем, а это перспектива 5-7 лет, мы будем испытывать острый дефицит квалифицированных кадров на селе. Ну, ни для кого не новость, что из села идет активный отток молодого, прогрессивного населения, в города, в большие центры. Зачем тянется молодежь? Тянется за достойность зарплаты, тянется за комфортным жильем и за условиями быта. Вот эти все задачи мы стараемся решать и довольно-таки успешно решаем на территории своего хозяйства. Мы платим достойную зарплату, по прошлому году средняя составила 57 800 рублей в месяц. Мы строим и покупаем жилье для своих сотрудников, и предоставляем его безвозмездно, с одним единственным условием, отработать в хозяйстве 20 лет, и затем человек получает это жилье бесплатно, ну, или за какие-то там условные деньги, 1 рубль в частную собственность. И то, что вы видите, ледовая арена «Светлый», это один из элементов, изначально задуманный как элемент досуга. Снаружи здесь прилегает парковая зона, которой мы сейчас в этом году активно занимаемся. И дальше мы будем благоустраивать весь поселок вот такими довольно-таки быстрыми шагами для того, чтобы максимально комфортно сделать вот эту среду для жизни и комфортную для всех поколений. Подрастающего поколения, а это цвет и будущее любого населенного пункта, для их родителей, которые у нас работают, ну и для тех людей, которые уже заслужили отдых, и чтобы они достойно могли в красивой обстановке проживать на территории села. Ну, досуг досугом, отдых отдыхом. Но, я так понял, у вас тут профессиональная хоккейная команда строится? Фундамент, так сказать. Во время пути собачка могла подрасти. Изначально это задумывалось как просто дворовые покатушки с совсем небольшим, ну, относительно небольшим для хоккейной арены бюджетом в 80 миллионов. Но, в результате, пришли к тому, что необходимо строить несколько другого масштаба ледовую арену, соответственно, с другим бюджетом. Итоговая цифра получилась 280 миллионов рублей. Но, и отсюда, и почему такая цифра, потому что задачи наши видоизменялись во время пути, скажем так. Из дворовых покатушек мы стали ставить себе амбициозные цели заиграть в ближайшие 3-5 лет в молодежке России. Ну, все-таки, наверное, для меня юг – это футбол, в первую очередь, вид спорта. Баскетбол, волейбол, ну, хоккей – это вот откуда взялась у вас лично хоккейная команда? Мысль. Ну, вы знаете, сложно сейчас уже сказать, каким образом именно родилась идея хоккея. Но я думаю, что именно вот связано это с тем, в большинстве своем, что хоккей не развит на юге. И это довольно-таки нетрадиционный вид спорта для юга. Хотя запрос молодежи на то, чтобы заниматься хоккеем на юге, огромен. Есть существенный дефицит льда и еще больше дефицит достойных условий. А для нас что такое достойное условие? Это доступность. Хоккей, ни для кого не секрет, это довольно дорогой вид спорта, который, как правило, ложится на плечи родителей. Не все родители способны вывести на своих плечах вот такие затраты. Вот группа компании «Светлый» берет эти затраты на себя. У нас концепция этой ледовой арены и интерната, который уже начал функционировать, заключается в том, чтобы ребенок, который занимается хоккеем профессионально, на ледовой арене «Светлой», обходился родителям не более 2000 рублей в месяц. Ребенок, который занимается любительским хоккеем, должен обходиться не более 1000 рублей в месяц. Так вот, чем вы экипируете своих юных хоккеистов, молодых? Полностью экипировка, начиная от коньков? Да, безусловно. Коньки, клюшки, шайбы для профессионалов, это проживание в интернате, все за наш счет. Но стоит заметить, что хоккей здесь так само собой родилось, необходимо разделять на две части. Это профессиональный хоккей, это вот те ребята, которые отбираются сейчас в нашу базовую хоккейную команду, с которыми вместе мы будем идти до молодежки. И любительский хоккей. Любительский хоккей сейчас таким хоккеем охвачены местные дети. Это жители села Каменка, окрестных хуторов и деревень. Мы организовали доставку по четырем направлениям со всего Кошарского района детворы на ледовую арену три раза в неделю. Любой большой спорт начинается совсем в юном, дошкольном еще, вероятно, возрасте. А сейчас в любительские команды мы принимаем всех желающих, потому что, ну, ребенок же не виноват, что до этого момента у него в селе не было ледовой арены. А в хоккей играть хочется. Почему бы и нет? Это здоровый образ жизни, это ребенок, оторванный от улицы, он уже занимается каким-то делом, он развивается физически, эмоционально развивается, он будет заниматься достойным видом спорта и чем черт не шутит. Ну, можно подробнее об интернате рассказать вашим спортивным, потому что нам удалось немного его посмотреть. На мой взгляд, это шикарно вообще для села. Я думаю, что на этом не остановитесь. Безусловно, безусловно. У нас, ну, хочу заметить, что вот вся ледовая арена, это пример вот такой государственно-частной концессии, договоренности на паритетных началах с субъектом, с правительством Ростовской области, о том, что мы строим этот объект, недешевый, дорогой объект, строим за свои деньги, но эксплуатационные затраты несет на себе областной бюджет. В свете этого мы передали в аренду данную ледовую арену за тысячу рублей в год на 49 лет муниципалитету, который датируется из областного бюджета. Соответственно, время содержания этой ледовой арены легло на областной бюджет. Я думаю, что правительство сильно воодушевлено нашим вот такой инициативой спортивной. И следующий этап для того, чтобы вдохнуть жизнь в эту ледовую арену, и она здесь забурлила и закипела, необходимо наполнять ее детьми. Одно из направлений, как я уже сказал, это любительский хоккей, местные дети, но профессионалы из них вырастут через 7-10 лет. Может и больше. Может и больше, да. А может и не вырастут. Ждать очень долго. Соответственно, а результатов хочется уже завтра. Поэтому мы пришли к тому, что необходимо делать интернат. Во-первых, потому что профессиональный хоккей без двух тренировок в день, ну, это профессиональный хоккей невозможен. Это любительский хоккей. Это уже любительский хоккей. Соответственно, два раза в день никто из родителей не сможет привозить ребенка на тренировку. И само собой напрашивается вывод. Только интернат. И мы уже договорились с правительством Ростовской области о том, что за бюджетные деньги здесь будет построен интернат на 100 мест. Мы оплачиваем лишь проектирование этого интерната. Но есть одно но. Этот интернат в лучшем случае заработает с сентября 2024 года. Долго? Долго. А два года что делать? Два года эта красота будет уставать. И мы не будем идти семимильными шагами к нашим олимпийским медалям, завоеванным, светлянами. Нет, конечно. Это непозволительная роскошь. Поэтому мы в соседнем селе приспособили под гостиницу нашу старую контору. Ну, вы видели, что она уже на вид совершенно не старая. Она уже не старая. Хотя это здание 70-х годов постройки. Сегодня мы ее преобразили существенно. Сделали максимально комфортными условия. И она будет работать в режиме интерната для вот этой базовой команды, состоящей из 25 игроков. Ну, все-таки хоккей хоккеем у ребят. Но у них еще возраст, общеобразовательная школьная программа. Как будет устроен процесс обучения в школе? Ребята будут обучаться в Каменской средней школе. У них будет спортивный класс, который будет идти несколько по своей программе с учетом режима и графика тренировок. Соответственно, у них, я вам скажу, свободного времени будет очень мало. Крайне мало. Потому что все будет расписано по минутам. Утренняя тренировка, завтрак, занятия в школе с опозданием на один урок, выполнение домашнего задания там же в школе, обед, ужин в промежутках и вечерняя тренировка в 9 часов вечера отбой. Буквально на свободного времени час-полтора. Вы замучаете вообще детей-то. По-другому результата не будет. Сюда приезжают дети. Они знакомы с этими условиями. Они понимают, на что они идут. Потому что результат в большом спорте достигается 1% таланта. И 99% – это труд, тяжелая, кропотливая работа. В данном случае на льду. Ну вот удалось с ребятами пообщаться, которые отбор у вас сейчас проходит. И знаете, география участников, как говорится, обширна. От Сочи до Сибири, до Тюмени. Как удалось заманить? Потому что, ну опять же, на мой взгляд, Сибирь – это хоккейный регион вообще. Да, Урал, Сибирь, Поволжье. И ребята едут из Сибири сюда, в Донскую глубинку. Как удалось это сделать? Ну, рыба выбирает, где глубже, а человек выбирает, где лучше. Поэтому мы смогли предложить очень достойные условия. И ключевое из них, я вам уже сказал, это стоимость. Стоимость этого дорогого вида спорта. И, я думаю, конечно, жгучее желание и воля ребят получать, добиваться результатов в этом направлении. Дорогие друзья, мы сейчас с вами совсем ненадолго прервемся для того, чтобы познакомить вас с другими новостями из мира донского спорта. Меньше месяца остается до старта женского гонбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Чемпионки Рио завершают первый подготовительный сбор в Сочи. Работать там еще буквально пару дней. На место в основном составе претендует сразу 8 игроков Ростов-Дона. Мы перед каждой тренировкой собираемся, обсуждаем, как что, разбиваем на какие-то связки, на тройки. Поэтому, нет, окончательный состав все равно, конечно, мы не будем говорить. Естественно, кто-то лучше, кто-то хуже, но пока не будет. Это, скажем так, первый физический сбор, поэтому пока вообще очень рано говорить о составе. Интересно, кто на левом фланге будет убегать в отрыв быстрее? Дарья Самохина или Влада Бобровникова? Пока на тренировках на короткой дистанции равенство. Анна Сень, которую в сборную определили линейной, мощно и синхронно работает с Сеней Макеевой. Профессиональная линейная осталась за кадром. Вообще, иногда упражнения в сборной очень веселые, можно сказать, игривые. И это явно способствует не обидной, а здоровой конкуренции. Горят глаза у всех, у всех бешеное желание, все хотят себя показать, потому что это важный сбор, и нужно доказывать. То есть мы не знаем, кто что, и от этого еще больше хочется, вот, какое-то, ну, желание. Желание есть у всех, у каждого, потому что каждый понимает, и это интересно. Наверное, в большей степени определенно готовятся вратари. Все-таки их всего трое, хотя и претендует лишь на одну позицию в составе. И вряд ли Алексеев при заявке в 14 человек на матч будет держать двух стражей ворот в запасе, как это было пять лет назад в Рио. Когда мы были с Евгением Васильевичем, и он брал трех вратарей. Как будет сейчас, мы не знаем. Поэтому нужно поработать, выкладываться и доказывать. А решать будут уже тренера. Ну что ж, ждать определенности осталось совсем чуть-чуть, чтобы понять, в каких сочетаниях отправится наша команда на Олимпиаду. Мы благодарим за помощь в подготовке материала Федерацию Гамбола России. Дорогие друзья, это программа «Спорт на Дону». Мы продолжаем. Вот мы сегодня посмотрели, ребята идут на обед, и мне вот повара, работники столовой сказали, что у вас все это полностью свое, да, то, что на столах у ребят. Можно поподробнее об этом? У вас свое хозяйство есть? Как говорится, вы не тратитесь даже на еду, получается. Ну, мы, безусловно, тратимся на еду, и я вам хочу сказать, что она гораздо дороже, чем если бы была куплена где-то в магазине, потому что она максимально экологична и натуральна. Потому что это все из подсобного хозяйства. Мы занимаемся животноводством, мы занимаемся растеневодством. Поэтому на еде мы ни в коем случае на питании, в том числе наших сотрудников, и тем более ребят, детворы, мы не экономим и не планируем этого делать в будущем. Все эти затраты берем на себя. Но вот стремимся от поля до прилавка реализовать эту концепцию у себя в хозяйстве, чтобы у нас был максимально замкнутый цикл производства. У вас даже хлеб своего производства, да, на столах у ребят? Ну, понятно, хоккей хоккеем, но лед подразумевает еще другие виды спорта. Как обстоят дела с развитием, например, фигурного катания? Пронуксовываем пока на фигурном катании. У нас заезжают на сборы с 19 июля команда фигуристов из Волгоградской области. Вот мы надеемся, может быть, тренера переманим к себе. Да, потому что самая большая проблема сегодня – это тренер. Таких энтузиастов, как Владимир Иванович, немного по белому свету. И когда узнают, что это вот такая глубинка, это не центр мегаполиса, то как-то крутят носом, скажем так. Поэтому сейчас мы отделываем домик для тренера по фигурному катанию. Сделаем его под ключ, скажем так, чтобы можно было зайти в скипите чайник, попить чаю и остаться ночевать. И потом пойти на тренировку, да? Да. И вот реализовав вот эту концепцию проживания для тренера по фигурному катанию, мы активно включимся в поиск тренера по фигурке. Ну, я вот слышу, музыка там идет какой-то фитнес или танцевальный? Получается, у вас задействована вообще круглосуточно, да, арена? Ну, к сожалению, не круглосуточно. Но здесь один из элементов для местной детворы – это мы сделали танцевальную зону. Она же зона свободных тренировок для хоккеистов. Вот такой многофункциональный зал. В данный момент там проводится кружок по танцам. Этот кружок мы перенесли из Дома культуры. Мы давно спонсируем его функционирование, уже порядка семи лет. Просто здесь оказалось подходящее место и более комфортное условие. Поэтому с большим удовольствием детвора переехала на ледовую арену. Ну, знаете, вот такой вопрос, что назревается, раз опять же тоже к хоккею вернемся. Воспитать чемпиона сложно, да? Но когда он доберется определенных высот, еще сложнее его удержать. Вы готовы к этому, что придется вам где-то впиваться, вгрызаться в своих пареньков, которых вы реально поставите на коньки и сделаете чемпионами? Вгрызаться в том плане, что привязывать их, удержать. Потому что сразу знаете, сколько набегут скаутов сюда, если увидят ваших парней, которые прям талантливые? Ну, я думаю, мы будем работать над этим вопросом. Безусловно, конечно, сначала нужно создать. Таких вот ребят достойных. И это уже будет элементом гордости для нас. Если за нашими ребятами, которые взросли, выросли на ледовой арене светлые, будут стоять очередь, то это уже показатель нашей работы. Да я уверен, что будет у вас так. А местные ребята есть в команде? Вообще в командах? В профессиональной команде нет, местных нет. Ну, вы сами понимаете, другой уровень игры, другой уровень хоккея. Ребята занимались, если вы с ним беседовали, 7-10 лет хоккеем занимаются. Ребятня же местная, она встала на коньки. Ну, кто только здесь, кто может быть годом раньше. Соответственно, но любительская команда, у нас полноценная команда, 20 человек из села Камико. Это местные ребятня, которые занимаются хоккеем. Некоторые занимаются с огромным рвением, желанием. Поэтому я думаю, что из любого правила есть исключение. И местные дети еще заявят о себе. И мы увидим, однозначно увидим их среди игроков АК «Светлый». А любительская команда, она где-то выступает у вас? На первенстве области где-то? Или так пока еще? Только вот на становлении? Любительская команда «Детворы», она выступает, еще нигде не выступает, только начинает становиться. И формироваться начала она в марте. И форма у нас в полный комплект приедет только в августе, к началу сентября. Выступает ночная лига. А, знаем такое, да. Ночная лига «ХК «Светлый» выступает и довольно-таки успешно в Волгоградской области на РХЛе «ХК «Светлый» занял второе место. Ну вот сотрудники арены говорят, тоже пообщался с ними, говорят, что и волгоградцы уже готовы сюда приезжать, да, арендовать лед? Да, конечно, безусловно. Волгоградцы приезжают, и не только волгоградцы, приезжают. И очень нравится всем наша ледовая арена. И то, что есть у них, это, ну, бледное, очень бледно выглядит. Так, вот, да вопрос, а вместимость сколько, трибун? 250 посадочных мест, но мы легко можем нарастить до 350, если будет в этом потребность. А население села Каменка сколько? 600. То есть получается половина, можно приходить сюда сразу, да, болеть за свою любимую команду? Я вам скажу, в зимний период мы проводили каждую субботу здесь игры, приглашали команды, и, ну, меньше 150 человек на трибунах не было ни разу. А в период зимних каникул здесь человек 350 набивалось вокруг ледовой арены. Тут аншлага. Не хватало местных. Не хватало, вокруг льда все, даже стоячие места все были проданы. Если не ошибаюсь, на открытии арены присутствовал губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. Ну, открытие у нас проводить нельзя, в связи с пандемией. Ну, после открытия Василий Юрьевич в третий раз посетил ледовую арену. И в период строительства за полтора года он дважды здесь побывал. И вот после открытия ледовой арены он посетил ледовую арену. Как его мнение было вообще об этом всем? Восторг? Тихий. Губернатор, конечно, этих эмоций выказывать не может, но я думаю, что ему все понравилось. Ну, будем надеяться. Проехались по селу. Группа компаний «Светлая» очень много делает для села. Мы посмотрели детские площадки, да? Шикарные тренажеры стоят на въезде в село. И мне, опять же, говорят, что это только начало, что еще, еще, еще. Вы полностью хотите сделать прямо самое спортивное село России? Ну, может быть, не самое спортивное, но очень комфортное для жизни и работы. Для того, чтобы люди с удовольствием приезжали сюда жить, работать и никогда не хотели бы отсюда уезжать. Вы знаете, обидно слушать иногда, когда молодежь хает свою малую родину, то место, где они родились и выросли. Вот этот тренд, я считаю, нужно развернуть наоборот. И вот мы всеми усилиями стараемся это сделать. И не просто вбить молотком в голову молодежи, что вот так думать нельзя, а чтобы она сама добровольно начала думать по-другому. А для этого необходимо, конечно, что-то менять в нашей жизни. Вот все, что вы видите вокруг, это с этой одной такой маленькой, конкретной задачей и делается группой компании «Светлый». Ну, а, конечно же, сказать, что это благотворительность в чистом виде – нет. Потому что вот эти люди, которые живут и работают на селе и довольны своей жизнью, они же будут работать на земле, они же будут в большинстве своем работать в нашем хозяйстве и, соответственно, приносить пользу хозяйству, селу, району, области, стране. Так, какие виды спорта вы еще, где вы еще представляете? Ну, на профессиональной арене, конечно, мы не представлены, в иных видах спорта не представлены, но мы активно еще играем в волейбол. Все подразделения, а их 20 в группе компании «Светлый» имеют свою волейбольную команду. После того, как у нас заканчиваются полевые работы, это глубокий октябрь, начало ноября, мы уходим все в волейбольные тренировки и в январе, в начале февраля проводим вот такой турнир между подразделениями, призовыми местами, ну и, естественно, денежными призами. Ну, все-таки, где-то же надо вам иметь свою спортивную, профессиональную команду. Где вот хоккей, да, можно? Где еще планируете? Ну, возможно. Пока только хоккей профессиональный. Ну, это же, это все деньги. Это нужно содержать. А, к сожалению, хоккейная команда денег не приносит. Деньги мы зарабатываем в поле, поэтому... Ну, вот сколько, например, обходит содержание одного хоккеиста? По экипировке, если судить даже. Ну, экипировка хоккеиста стоит от 70 и до бесконечности. Ну, да, моя хорошая, до 150 тысяч рублей, если это не вратарь, это рядовой игрок. А там одни коньки могут стоить 60-70 тысяч рублей. Ой, ну что ж, знаете, вот очень нелегкий путь вы себе выбрали. Но я желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы в скором будущем, ну, пускай это, как вы сказали, 7-10 лет, да, где-нибудь появится хотя бы воспитанник школы, группы компании «Светлый». Ну, в лучшем случае, чтобы это был профессиональный хоккейный клуб, который представляет нашу область и, в первую очередь, село на всероссийской арене. Огромное вам спасибо за ваш труд. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я, Роман Саганов, с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.